Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробностей о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Добрый вечер в Украине. 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 Сегодня курс находится на уровне 25, 80, 26. Но я не буду вам прогнозовать курс, потому что национальный банк одет за инфляцию. Вы такой мандат нам дали последнего лет. В сессионном зале депутаты соберутся через неделю, а в понедельник проведут очередное заседание Совета Коалиции. Туда зовут и премьера Яценюка. Ольга Рыцарь, Ирина Романова, Владимир Самченко, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер. Обвиняй, но останься. Министр эконом-развития Айвар Сабрамовичус готов вернуться в правительство. Но условий несколько. Ротации в ГПУ, политическая люстрация Игоря Кононенко и самые главные требования о будущем Кабмине и будущем премьере. Я предложил кандидатуру Наталье Ереско. И, конечно же, с условием, что новый премьер-министр сама может набирать министров. Полная свобода выбора. И желательно набирать людей, замминистра и выше, только среди тех, кто не был в правительстве до Майдана. Чтобы полная перезагрузка, люди с новым мышлением, не испорченные, не заангажированные и все остальное. В кратчайшие сроки поднять заработные платы государственным служащим до рыночного уровня. Это очень важно. Закрывает свои двери перед нуждающимися министерство юстиции. Вынуждены переселенцы из Донбасса, которые уже фактически остались на улице, не могут добиться там аудиенции. Чего просили и чем ответили. В ведомстве подробнее Татьяна Овенникова. Жители Киевского общежития по улице Кустанайской 6, которая на балансе Минюста, пытаются встретиться с министром Петренко. Здесь живут переселенцы из Донбасса. Многодетные семьи. В комнатушках 2 на 2 метра по 4-6 человек. Рассказывают, отопление и горячей воды не было никогда, даже зимой. Людей спасали электрообогреватели. Сейчас администрация общежития грозит перекрыть холодную воду и отключает свет. Но переехать людям некуда. Они пытались найти с ведомством компромисс. Но их решили выселить. Тогда переселенцы не выдержали и пришли лично к Петренко в часы приема граждан. Позвали прессу. Корреспондентов некоторых СМИ охрана впустила без проблем. А вот в съемочной группе подробностей входить запретили. В нас пропусты, точнее, я особо не помню. Если нас просто не пустили, то журналисту издание «Левый берег» в приемной Павла Петренко досталось от полиции и силовиков. Среди них активисты узнали трех человек, которые, по их словам, участвовали в разгоне Майдана. Достоверно опознали одного – Вадима Гумина. Второй, представляться, отказался. Попытался бежать и устроил потасовку. Заявление на них уже передали сотрудникам МВД. В это же время в холле Минюста нам удалось поговорить с людьми из общежития. Они рассказали, несмотря на спартанские условия, цена аренды здесь тянет на пентхаус. За три дни, когда мы только заселились, они с нас взяли за две комнаты две с половиной тысячи. За две комнаты за три дни. В пересчете мы отримуем 24 тысячи на месяц. Холодно, холодно. Люди говорят, пытались заключить договор аренды с дирекцией и выяснить, почему комнаты стоят так дорого. По состоянию на начало 2014 года задолженность за коммунальные услуги этого общежития и центра повышения квалификации составляла порядка 1 миллиона 700 тысяч гривен, когда еще ни о каких переселенцах речь не шла. Как оказалось, вот этот долг равномерно распределили на семьи переселенцев. По состоянию на конец 2015 года переселенцы оплатили полтора миллиона долга. Принимают оплату наличными. Нашли сами люди какой-то счет, пробовали туда заплатить, деньги вернулись. Жители уверены, невыносимые условия руководство Минюстовского общежития создает специально. У них цель совершенно другая. Просто выселить всех переселенцев и задеребанить это государственные формы собственности общежития в частную собственность. Уже есть открытый в 2016 году сайт. Гостиница, прекрасный краевыт, шикарные номера. Речь идет о создании частной гостиницы. Протестующие ждали министра Петренко до вечера. Тщетно. В итоге к ним вышел сотрудник ведомства. Предложил написать письмо с требованиями. Очередное. Почему министерство юстиции фактически выбрасывает людей на улицу? И кто стоит за незаконной приватизацией общежития? На наши многочисленные официальные запросы в Минюсте не отвечают и встретиться отказываются. Татьяна Овинникова, Андрей Кузнецов. Подробности. Телеканал Интер. Обнаружено оружие, из которого убивали майдановцы. В силовике идентифицировали 12 из 23 единиц. Среди них автоматы Калашникова и даже пулемет. Об этом главы СБУ и ГПУ доложили сегодня президенту. Они рассказали Порошенко о том, что оружие пытались уничтожить и спилить номерные знаки. По мнению силовиков, оно поможет найти убийц и заказчиков этих преступлений. Это фрагменты из 20... Нам были в жизни ряд оперативно-рошуковых заходов, в результате которых выявлено фрагменты 23 единиц вогнепально-нерезной оружия. За данными, которые позволили прилюдить следствия, мы можем уже сказать, что эти 12 номеров, эта огнепальна оружие, бои-фрагменты, относятся к действиям, связанных с Революцией Гидности. Эта оружие была использована при убийствах на Майдане. Средством доказано полностью беззаперечно, что из этой оружии убивали майдановцы. На сегодняшний день это существенно увеличивает доказательную базу для притягивания до ответственности конкретных посадовых людей. Мы можем сейчас проследовать и тех, за чьим наказом эта оружия была выдана. Можем проследовать замовников и организаторов убийств. Кто позволил аннексировать Крым? В Генпрокуратуре расследуют уголовное производство об аннексии и оккупации территории Украины. Следователи изучают события, происходящие в нашей стране, начиная с побега Януковича до первых минских договоренностей в 2015 году. Уже допросили некоторых членов Совбеза и правительства, которые в тот момент принимали эти судьбоносные решения. При этом суд разрешил прокуратуре изъять и рассекретить документы того времени, которые хранятся в СНБУ, администрации президента, СБУ, МВД и других государственных структурах. Принято эпохальное решение про рассекречение протоколю из Тенеграм Ради национальной безопасности, где коллективно, наголошу коллективно, на основе на той момент, відомой розвідувальной информации, реальной оценки боязненности и спроможности представителей Украинской державы, автономной республики Крым, принимали те или и другие решения, які були зумовлено в виключно прагматичну оцінку сил, можливостей і здатності протистояти прямій військовій, інформаційній, практичній і політичній агресії. Викликає досить багато запитань, я вимушений в цьому сказати, в деякій мірі, не решуючись окремих керівників. Вопрос о переговорах о деоккупации Крыма намерен поднять глава МИД на Мюнхенской конференції по безопасности. Павел Климкин не исключил, что 13 февраля в рамках форума встретятся главы МИД стран Нормандской четверки. По словам Климкина, сейчас представители Украины, Германии, Франции и России обсуждают повестку дня и временные рамки переговоров. Накануне Европарламент поддержал идею создания формата «Женева плюс». Кроме ЕС и стран-гарантов Будапештского меморандума, возможно, на эту встречу пригласят также Турцию и международные организации, рассказал Климкин. У нас є питання, які стосуються гуманітарного виміру, екологічного виміру, безпеки і, врешті-решт, самого статусу тимчасово окупованого Криму. Чи зможемо ми розпочати з Росією дискусії із всіх питань одночасно? Це питання подальшого обговорення. Район вблизи Коминтерного – це мариупольське направлення. Сегодня боевики целый день обстреливали із миномётов, а с наступлением темноты открыли огонь із пулемётов. На передовой находится наш корреспондент Вениамин Трубачёв. Эта дорога ведёт в Коминтерного, а дальше уже позиции боевиков. До них приблизительно километр, и стреляют они каждый день. Ну вот за дороги были обстрелы, видны дырки, отверстия. Это ещё востреляли? Ну это пулемёт работал. Следы от пуль здесь повсюду, а деревья посечены осколками. Шаг вправо, шаг влево и уже на прицеле у боевиков. Там находится Коминтерного, захваченное боевиками, а с противоположной стороны уже Толоковка, где находится подразделение украинской армии. А это поле и есть линия фронта. Здесь несколько передовых позиций военных. И именно по этому месту накануне стрелял противник. Вот новые воронки от взрывов мин. Сегодня боевики из миномётов стреляют целый день. Пробивал посадку. Было штук пять разрывов. Недолёт там до посадки. В основном посадку ложили и на поле перед нами. Евгений показывает, где находятся боевики. Их можно увидеть даже без оптики. На глазах у военных они строят блокпост. Заграждение у них слабое, потому что они постоянно его поднимают, оно падает. Разваливается. Они его насыпают песком. Вот, каждый день. Близкое соседство с боевиками. Солдат не пугает. Военные хорошо укрепились, оборудовали огневые точки и готовы и дальше отбивать атаки. Это каждый день такое. С лёгкого оружия всегда стреляют. Как близко подходит? Ну, вчера подошли до посадки, снайпил работу. А с наступлением темноты начинают работать диверсионные группы противника. Пытаются обнаружить наши огневые позиции. Открывают огонь и получают ответку. После этого выходит через представителей ОБСЕ. ОБСЕ выходит на наш штаб и запрашивает режим тишины. К таким вылазкам боевиков военные уже привыкли. Даже оружие адаптировали к ночным боям. Устанавливают калиматоры и саунд-модераторы. Сам спалах от пострела глушит. Ну и, звичайно, сам звук. В ночи спалах – это уже точка, в которую будут стрелять. Саховался, не увидел и выжил. Сегодня здесь обошлось без пострадавших бойцы на своих позициях. Ежемесячные премии для военнослужащих отныне будут определять командиры и начальники подразделений. Министр обороны Степан Полторак подписал соответствующий указ. В первую очередь поощрение получат армейцы, участвующие в АТО. А вот размер выплат будет зависеть от дисциплины военнослужащих. В договорном освоении 100 миллионов гривен в Северодонецке депутаты подозревают мэра и губернатора Луганской области. Речь идет о ремонте мостов, причем якобы тех, которые и ремонтировать-то не нужно было. В ситуации разбирался Ярослав Кречко. Этот мост через реку Северский Донец был взорван боевиками летом 2014 года. Сейчас его ремонтируют за деньги Евросоюза. На подъезде к нему со стороны Северодонецка есть еще 4 небольших моста, которые в ходе боевых действий не пострадали, но их также решили ремонтировать. И как раз вокруг тех мостов разгорелся спор. Два моста уже разрушили и начали отстраивать заново. В конце прошлого года освоили почти 3 миллиона гривен. Это даром потраченные деньги. Так уверяет депутат Северодонецкого горсовета Игорь Будков. Говорит, мосты были в нормальном состоянии. Мол, это подтвердил Харьковский автодорожный институт. А решение о капремонте якобы возникло спонтанно в разговоре губернатора Георгия Туки и мэра Валентина Казакова. Тука говорит, что ему предлагают на область еще миллионов 100-150 денег выделить. А объектов областных у него здесь нет, на которые он мог бы их потратить. Поэтому спросил у мэра, нет ли у него каких-то объектов. И мэр так недолго думая, говорит, а давай мы вот эти мосты заново построим. Я с Тукой о мостах не говорил, тем более в июле месяце я Туку даже не знал. Георгий Тука на своей странице в фейсбуке написал, что область к проекту ремонта мостов отношения не имеет. А мэр Северодонецка уверяет, решение по внесению их в список объектов на восстановление принималось еще при предыдущем губернаторе Луганской области. Смета же по четырем мостам не 100 миллионов гривен, а почти вдвое меньше. Валентин Казаков цитирует отчет того же Харьковского института. Но у депутатов вопросы не только к самой реконструкции, а и к фирме, которая занимается ремонтом. Тендеры и на восстановление так называемого европейского моста и двух из четырех проблемных мостов выиграла одна компания. На фирме работают два человека официально. Условной фонд 26 тысяч гривен. Зарегистрировано на квартире. Вам не кажется, что странным это все? Как называется фирма? Инженерный монолит спецстрой называется. Верхолазы, там, вы ж поняли, электрики, там, газовики, это что надо переносить. Это ж нету такой фирмы, которая могла бы выполнить все это своими силами. Фирма монолит спецбуд является инженерной фирмой. Инженерная фирма, да. Наша задача провести, найти объект, провести тендеры торги, найти исполнителя. Впрочем, в правоохранительные органы по поводу ремонта мостов депутаты не обращались. Будков уверяет, как только соберут материалы, передадут их силовикам. Что касается финансирования работ, то мост через реку на деньги Евросоюза планируют закончить к осени. А правительство деньги в этом году на строительство четырех других мостов не выделяло. Не проголосовали и депутаты местного совета за выделение 10% средств. Ярослав Гречко, Вадим Ревун, подробности, телеканал Интер. Как свести дебет с кредитом? В минувшем году силовики вернули в казно 100 тысяч гривен из активов Януковича и его чиновников. А рассчитывали на почти полтора миллиарда. И Минфин оптимистично заложил эту сумму в бюджет. Даже придумали, на что их потратить. На оборонку, например. Но не вышло. Об этом пишет политолог Глеб Каневский в своем блоге на «Украинской правде». Такие же надежды у Минфина и в нынешнем году. Ожидают, что доходы страны пополнят уже 8 возвращенных миллиардов. Пополнят ли это вопрос? Но в бюджете сумма заложена. Такая вот арифметика от Минфина. А шахтеры все ждут своей арифметики от профильного министерства. Сегодня в парламенте глава Минэнерго и угольной промышленности заявил, что до весны погасить долги по зарплате перед горняками государство не сможет. Что мешает, расскажут наши корреспонденты. Вшестером в двухкомнатной квартире с родителями. Уже 17 лет Тарас спускается в забой на одну из львовских шахт. Жаловаться на жизнь горняк не привык. Но, выполняя тяжелую работу на глубине, поднимаясь наверх, встречаются с практически нерешаемой проблемой. Денег едва хватает, чтобы прокормить детей. Деньги на погашение задолженности по заработной плате выделили. Но вот расплатиться с горняками пока не могут. По техническим причинам, объяснил Демчишин. На жаль, вы прекрасно понимаете, что в первые месяцы Минфин работает по темчасовому распису. И просто не было физической возможности у Минфина эти деньги взяли, отримать. Поэтому есть эта заборность. На сегодня, конечно, не удастся погасить в полной мере эту заборность. 35 шахт, в том числе на подконтрольной Украине территории, 100 тысяч рабочих мест. Сколько из них продолжат добычу? Вот главный вопрос, волнующий членов профильного парламентского комитета. В нынешней ситуации, когда импорт угля из африканских стран вытесняет отечественное сырье, количество шахт может существенно сократиться. Опасаются в оппозиции. Когда я ему задал вопрос, назовите мне, как меняется ситуация. Назовите готовые вы к выемке запасов на 1 января 2015 года. Что случилось за год на 1 января 2016 года. И прогноз на этот год. И да, станет понят, остановится шахта или нет. Он не знает. У себя на округе я знаю, что шахта горская. Она в октябре месяце остановится, потому что не готовится. Новая панель с полуторамиллионными запасами. Ничего не делается. Закрывать или нет? По каким критериям определять эффективность шахты? Что ждет горняков, которые лишатся работы? Конкретные ответы от министра не смогли получить и мы. Журналистам Демчишин на ходу предложил записаться на отдельный прием. Не могу, не могу. Я перепрошу. Не буду ничего. Выбачите. Вот, смотрите, есть коллега, он из пиар. Он вам назначит час. Придете, я проговорю. Не могу. Выбачите. Не могу. Выбачите. Дякую. Закрытие шахты не только потеря работы. Для 100 тысяч шахтеров. Любой регион, в любом регионе, где есть шахта, шахта – это основа жизни. Вокруг него уже формируется инфраструктура, школы, больницы, магазины, строятся дома. Поскольку есть работа. Как только ликвидируется шахта, чего нельзя допустить, и сразу останавливается жизнь. И все это было видно, когда в 90-е годы закрыли несколько десятков шахт, насколько сразу вымерла территория вокруг них. Вот этого нельзя допустить, поскольку это будет беда в стране. И вот этот непрофессионализм и пещерная глупость представителей правительства в отношении угольной отрасли. Но в правительстве настроены более оптимистично. Хотя и признают, денег на отрасль не хватает ни на поддержку, ни на переоборудование. Оксана Григорьева, Сергей Еременко. Подробности – телеканал «Интер». Насколько оптимистично настроены в правительстве относительно своего будущего? Есть ли чем министрам похвастаться в отчете, который запланирован на 16 число? Все оттенки этого скандала в Кабмине и парламенте будут разобраны уже скоро. В программе «Черное зеркало» не пропустите этот эфир сразу после подробностей. Крупная взятка бывшего сотрудника МВД действующему сотруднику Генеральной прокуратуры. Прямо в здании ГПУ. Средь бела дня, как ни в чем не бывало, экс-сотрудник Министерства внутренних дел предложил 25 тысяч долларов военному прокурору, за то, чтобы тот помог снять арест с морского судна, насходящегося в Крыму. Деньги было решено заносить частями. И с первым траншем в 12,5 тысяч его и задержали сотрудники ГПУ и СБУ. Еще 60 тысяч обнаружили в его машине. Следующий этап, как уже эта особа, яка хабародавець, назовем его так, вона приехала до работников, запропонувала сумму в размере 25 тысяч долларов США, про что работник военно-прокуратуры поведомил свое руководство. Хочу обратить вашу увагу на нахабницу и ее особу, яка, не боясь ничего, зашла до примечения ГПУ. 22 случая сексуальных домогательств зафиксировали на Кёльнском карнавале только за первый вечер. Это несмотря на все меры, которые немецкая полиция ввела для предотвращения нападений на женщин. Арестован один из подозреваемых. Это мигрант. Он изнасиловал женщину, которая возвращалась домой. Всего под подозрением 190 человек. Меры безопасности во время этого недельного карнавала усилены из-за массовых преступлений в новогоднюю ночь. Тогда зарегистрировали более 600 случаев грабежа и домогательств. В основном нападавшими были мигранты. Лишать гражданства тех, кто не разделяет ценностей своей нации и покушается на жителей страны, намерены французские власти, что предлагает парламент и почему с этой инициативой не все так просто. Подробнее София Гордиенко, наш европейский корреспондент. Пообещав лишать террористов гражданства, ничего кардинально нового Франсуа Аллант не выдумал. Он просто стряхнул пыль с хорошо забытого старого, но прописанного в Конституции права. В 1848 году Франция отменила рабство. Было установлено, если кто-то будет продолжать держать раба, он может лишиться гражданства. Потом вопрос о лишении гражданства поднимался еще пару раз. Например, в 1940-м, во времена правительства Виши. Тогда коллаборационисты лишили гражданства 15 тысяч человек, в том числе генерала Деголя. И даже родителей Сержа Гинсбурга. Они были евреи. Мануэля Вальса, который сегодня пришел в Национальную ассамблею представлять обновленную версию, депутаты встретили хмуро. Сегодня, как и в далеком прошлом, это ответ тем французам, которые покушаются на жизнь других французов и безопасность общества. Чтобы избежать упреков, левые решили лишать гражданства всех, как обладателей двух паспортов, так и коренных французов. Но критики все равно нашлись. Вы забываете, что последний режим, который использовал лишение гражданства, это был режим Виши. И чтобы не проводить параллели, нравится вам или нет, вы напоминаете о трагедии нашей страны. И есть еще одна загвоздка. На самом деле, лишить француза его единственного гражданства невозможно. Это запрещено международными правилами. Значит, человека лишат лишь права избирать и быть избранным в органы власти. Ну и социальной защиты. А вот обладателя двойного гражданства могут после процедуры отправить на историческую родину к ближайшим рейсам. Впрочем, пресса закон считает популистским. И вот почему направлен он против джихадистов, которые, присягнув исламскому государству, сами лишают себя национальности. Сжигая паспорта, как на этом видео. И выбирая смерть в Сирии или в парижском концерт-холле. Прихватив с собой на тот свет 130 человек. Дебаты продлятся до марта. А пока рейтинг социалистов, поднявшийся было после терактов, медленно, но уверенно ползет вниз. София Гордиенко. Подробности. Телеканал Интер. Вы смотрите подробности. И вот, что у нас во второй части. Узник Викиликс, как надежда покинуть стены эквадорского посольства, прошла мимо Джулиана Асаджа. Топер на час, как Элтон Джон, порадовал пассажиров лондонского вокзала. Депутатов районных советов в столице пока выбирать не будут. Окружной районный суд Киева запретил ЦИК формировать избиркомы. Хотя такие выборы планировались уже на 27 марта. Они не отменяются в целом. Речь идет лишь об отсрочке. Надежда на освобождение появилась в деле Надежды Савченко. О деталях возможной политической сделки на своей странице в Твиттере рассказал адвокат летчицы Марк Фейгин. По его словам, обвинительный приговор уже готов. Впрочем, это не новость. Защита Савченко всегда утверждала, что это дело политическое. Однако Фейгин заявил, сейчас идут переговоры по отправке Надежды в Украину после окончания суда. Ни одна из официальных сторон эту версию пока не прокомментировала. Ожидается, что вердикт огласят уже в течение ближайшего месяца. Облава на волонтеров. 2 февраля представители так называемого Министерства госбезопасности террористической ДНР вызвала на допрос четверых сотрудников организации ответственные граждане. После семичасового собеседования троих из них выдворили из Донецка. А их коллега Марина Черенкова осталась в городе. И связь с ней пропала. Волонтеры предполагают, что Черенкову держат в подвалах МГБ террористов. Сейчас деятельность волонтерской организации заблокирована. В офисе провели обыск, изъяли оргтехнику вместе со всей информацией. Такую реакцию сепаратистских властей волонтеры связывают с тем, что их организация тесно сотрудничала с международными благотворительными фондами. Главная претензия, которая к нам предъявляется, что мы игнорировали власть на той территории и установлены ими правила. До сих пор ни одного официального обвинения предъявлено не было. Ни в отношении Марины Черенковой, которая задержана сегодня уже неделю, как ни в отношении всей организации. В ДНР идут процессы централизации всех рычагов управления. И местные власти каким-то образом пытаются формализовать, контролировать какие-то сферы жизни, в том числе гуманитарную. Полиция новая, но методы старые. В минувшие выходные в Черкассах патрульные жестоко избили четверых горожан. Дело о превышении сотрудниками полиции служебных полномочий уже расследует прокуратура. Подробнее об этом происволе расскажет Станислав Кухарчук. История началась вот на этом СТО. Хозяин станции Олег показывает фотографии. Его лица просто не узнать. Это по шее было два удара, эксперт определил. Это по голове был удар. За ухом. Ну, шишки не видно, но видно хорошо ссадина здесь вот так. Это следы от наручников. Со слов парня, побои он и трое его товарищей получили после встречи с сотрудниками полиции. Прошлую субботу до вечера задержались на станции. Не скрывает, после работы немного выпили. За руль уверяет, сел товарищ, который был абсолютно трезвым. Ничего не нарушали. Мы просто на кольце сделали два оборота. Тут сразу же нас мигалками догоняют и подрезают приус. Просто вот повыдергали, с машины побросали на землю. Иначе любили. Виталий бывший спортсмен-тяжеловец. Спустя неделю под глазом все еще виден синяк. После силового задержания ребят отвезли на освидетельствование. А потом до утра держали в райотделе. Якобы за сопротивление органам правопорядка. Сразу на месте все четверо ребят подули в трубку. Экспертиза показала, они пьяны. А вот анализа крови у них не брали. Руководитель Черкасской нацполиции подчиненных не защищает. Но уверяет, патруль действовал в рамках закона. Установлено, что четверо громадян проигнорували вымогу працанников полиции про остановку. Не заходясь в автомобиле, намагались втекти. Были остановлены нарядом полиции. Этот младший лейтенант участвовал в задержании. Полицейский заметно нервничает, но в показаниях старается не путаться. Данных трех громадян было запрошено до отдела полиции. А вы можете пояснить походжение сенсивных забоев в моих телах? Не, не могу, я их не вижу. Ну, сенсивных забоев. А вот в прокуратуре утверждают обратное. Травмы у потерпевших были. Следователи уже открыли уголовное производство по факту превышения полицейскими служебных обязанностей. Мало того, что ребята сбили, после задержания из сумки исчезла касса автостанции, говорит Олег. Вот только доказать это он вряд ли сможет. В этом кармане лежали 8 тысяч гривен, которые кассу, которую я снял за месяц с работы. Полицейским подозрения еще не предъявили. Они продолжают нести службу. Олег надеется, что это ненадолго. Врачи сняли побои, теперь ребята ждут результаты судмедэкспертизы. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкассы. Яйца, сосиски и хлеб. Киевские грабители, похоже, так изголодались, что охотятся на сумки с продуктами. В чем причина этого новшества и как жители столицы собираются реагировать на него, узнавал Егор Логинов. Уже несколько дней жители столицы активно обсуждают в соцсетях ограбление покупателей, выходящих с покупками из супермаркетов. В Голосеевском районе на мужчину напали в лифте. Двое неизвестных, угрожая ножом, отобрали у него пакеты с продуктами, деньги и телефон. На Воскресенке за двое суток зафиксировано несколько подобных случаев. На улице Карбышева местный житель смог отбиться от двоих продуктовых грабителей. Еще одно нападение произошло здесь, на перекрестке улиц Курнатовского и Кибальчича. Пятеро неизвестных напали на мужчину и отобрали у него три пакета с продуктами. В киевской полиции подтверждают все три случая грабежа и отмечают. Гоп-стоп в Голосеевском районе раскрыли по горячим следам. Говорят, такое происходило и раньше. В то же время правоохранители признают, уровень преступности в столице несколько вырос. Цели грабителей обмельчали. Советуют людям соблюдать меры предосторожности. Что до пограбований, вухового росту таких правопорушений немає. У можливости не повертатися самому пізно в ночі, чтобы зустріли рідні, спостерігати за тим, хто біля вас йде. Якщо є якісь підозріли люди, перейдіть на іншу сторону дороги. А вот, що думают по этому поводу жители Воскресенки. Мені кажуть, це жисть вже заставляє їх. Якщо б молодіжі працювали, щоб було, де заробити гроші, я думаю, такого б не було. Про такі случаи я слышу регулярно. К сожалению, в цьому виноваті, навіть, не вилюли, а більше руководство країни, яке привело економіку к такому состоянию, яке ми маємо. Психолог-криміналіст Юрий Ірхін корінь проблеми видит в неправильному реформуванні правоохранительной системи. Говорит, ловити преступників сейчас просто некому. Уголовний мир почувствував себя абсолютно свободно, вольготно. По одной простой причине. Сегодня можна спокойно совершить преступление, с очень высокой степенью вероятности, що преступник не буде повинен. В функції патрульних це не входит. Уголовний розыск його, по сути дела, нет. По данным столичного главка полиції, в прошлом году в Киеве фиксировали в среднем 260 грабежей в месяц. В нынешнем январе этот показатель поднялся до 332. Егор Логинов, Даниэль Косаковский. Подробности телеканал Интер. А в Винницкой области разгорается скандал с кражей по-крупному. Там исчезли целых 8 туш зубров. Кому понадобилось мясо диких животных, как на этом могут заработать предприимчивые дельцы, и почему нам стоит беспокоиться. Детали дела о мертвых тушах выясняли наши корреспонденты. История началась еще в конце января, когда на озере возле села Требухи зубры вышли на лед и утонули. Туши 8 животных удалось достать. Их должны были отправить на предприятие по переработке мяса для утилизации. Но вместо целых тушек на завод попали почему-то только рога и копыта. Поработали местные лесники. Говорят, имели полное право распоряжаться мертвыми животными на свое усмотрение. Была комиссия, в которую вошли представители нашего областного управления, фаховец и экология. Были предложения и тысячи гривен, и две за голову. Отказаться от таких заманчивых предложений лесники, видимо, не смогли. И продали туши. Вернее, головы и шкуры восьми особей. Получили 80 тысяч гривен. Кто отвалил такую сумму, не говорят. Людина не хочет, чтобы ее... Я вам показываю и так далее. Смотрите, я... А он мне дал дозвіл его называть или нет? Что делать с мясом зубров, лесники тоже долго не размышляли. На утилизацию его не отправили, а решили скормить диким кабанам. То мясо, что мы вырезали, оно все в гематомах, в крови, потому что они бурякались, били одни в одному. Ведь медики в шоке. Говорят, лесники не имели права разделывать туши, а тем более кормить мясом кабанов. Никакой проверки, но не прошло. И неизвестно, чем могли болеть зубры. Мясо могло быть исследовано в ветеринарной лаборатории. Про что не было сделано. Треба было отрезать в ухо хотя бы направить в державную ветеринарную лабораторию и выключить из этого хотя бы сибирскую язву. Делом предприимчивых лесников заинтересовались в прокуратуре. Все зафиксовано в накладных по количеству мяса, по количеству, вернее, ваги этих туш. Встановлено, что есть разбежность, верно. Есть какие-то певные порушения в данной ситуации. Будет проводиться проверка. Вот только кто может гарантировать, что мясо утонувших зубров действительно скормят кабанам. Они отправят в какие-нибудь дорогие рестораны. Блюда из дечи стоят недешево. И заработать на этом можно довольно неплохо. Павлина Василенко. Подробности. Телеканал Интер. Винницкая область. В центре Нью-Йорка упал кран высотой с 15-этажный дом. Один человек погиб, еще 15 получили ранения. Огромная конструкция рухнула прямо на припаркованные автомобили. Некоторые машины просто расплющило. Двоих пострадавших, заблокированных в авто, вызвалили спасатели. Они в больнице с тяжелыми травмами. Часть Нижнего Манхэттена, где и произошла эта авария, перекрыта. Обломки металла и стройматериалов разлетелись даже по соседним улицам. На месте происшествия работают более 130 пожарных и сотрудники полиции. Причины аварии сейчас выясняются. ООН защищает Джулиана Асаджа, а власти Великобритании нет. Почему в затяжном деле не случилось прорыва и что теперь делать основателю сайта Викиликс, расскажет Оксана Кундеренко. Она побывала у дома в Лондоне, где прячется Асадж. Интрига дня, выйдет ли Джулиан Асадж из этой двери посольства Эквадора, завершилась разочарованием. Десятки журналистов со всего мира тщетно ждали появления основателя Викиликс на пороге, но покидать место своего добровольного заточения он не стал. Хотя комиссия самой ООН постановила, Асаджа лишают свободы незаконно. Его человеческие права нарушены точно так же, как и нормы международного права. Хочу сказать большое спасибо. Я очень скучаю по семье. Мы вместе достигли сегодня огромной победы, которая заставила меня улыбнуться. Надеюсь, многих других тоже. С прессой Асадж общался по скайпу. Общественность увидела его впервые за два года. И три с половиной он находится на территории посольства. За это время заметно осунулся, но наконец получил призрачную надежду на освобождение. ООН раскритиковала действия некоторых стран. Такой жесткой критики я давно не слышал. Они постановили, что Швеция обязана немедленно освободить Джулиана Асаджа. Генеральная прокуратура, правительство Швеции незаконно лишают его свободы. Адвокаты обращаются к властям Швеции, ведь именно они выдвигают обвинения Асаджу в сексуальных домогательствах и изнасиловании. И ждут экстрадиции, которую должны организовать власти Великобритании. Выводы ООН местные чиновники имели в виду. Мы отвергаем действия рабочей группы, состоявшей из присяжных, а не юристов. Их постановление не имеет юридической силы. Асадж укрывается от правосудия. Он в любой момент может выйти за порог. Мы его не держим. Но перед законом в Швеции он обязан предстать. Жесткое и категоричное нет и критика в адрес рабочей группы ООН. Вот короткий ответ британцев. Раздражение понятно. Из казны потрачено больше 12 миллионов фунтов стерлингов на охрану посольства и слежку за Асаджем. Это постановление обязывает страны ООН выполнить рекомендации. Но я слышал, что министр иностранных дел заявил, ничего не изменится. И вот в конце дня сенсация. Вместо двери он вышел через окно. Но на балконе посольства Асадж снова говорил о победе, держа в руках документы от ООН. Сдаваться в руки полиции не собирается. Останется в четырех стенах на неопределенное время. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Впервые за 600 лет встретятся глава католической церкви и предстоятель русской православной церкви. Папа Римский и Патриарх проведут встречу на нейтральной территории, на Кубе. Это произойдет через неделю, когда оба священнослужителя будут в турне по странам Латинской Америки. Судя по всему, речь пойдет о гонениях на христиан, которые устраивают террористы ИГИЛ. Что исполнил на вокзале Элтон Джон и чем отобедал в ресторане «Морской лев»? Об этом не только в нашем обзоре. В Венесуэлу летят десятки самолетов, груженные деньгами. Из-за гиперинфляции в стране катастрофически не хватает наличных. Правительство заказало за рубежом печать 5 миллиардов банкнот национальной валюты, а сейчас ведет переговоры еще о 10 миллиардах. В ходу купюры в 50 и 100 боливаров. Меньший номинал печатать просто невыгодно. Венесуэла признана страной самым высоким уровнем инфляции. На японском острове Кюсю разбушевался вулкан Сакурадзима. Раскаленная лава вырывается из кратера на несколько десятков метров в высоту. Над вулканом стоит столб черного дыма. Неподалеку находится город Кагашима, где живут более 600 тысяч человек. А в 50 километрах находится атомный реактор. В регионе объявили третий уровень опасности по пятибальной шкале. Французским супермаркетам запретили выбрасывать продукты. Согласно новому закону, все крупные магазины обязаны раздавать еду нуждающимся, если срок ее годности подходит к концу. За невыполнение штраф до 75 тысяч евро, либо же арест до двух лет. Наказание грозит и за умышленную порчу продуктов. Франция стала первой страной в мире, где подобные запреты прописали в законе. Более 250 скульптур снега и льда представили в японском Саппоро. Там открылся традиционный снежный фестиваль. На изготовление каждого извояния дизайнерам понадобилось по несколько тонн снега. Среди экспонатов шедевры мировой архитектуры, 10-метровый скоростной поезд, выезжающий из туннеля, герои мультфильмов и комиксов. Фестиваль продлится до 18 февраля. Ожидается, что его посетят более двух миллионов человек. Элтон Джон порадовал пассажиров лондонского вокзала. Нежданно-негаданно знаменитый музыкант сыграл на фортепиано композицию «Рокетмен». В конце выступления он поставил на инструменте автограф, написав «Примите это пианино, это подарок с любовью Элтон Джон» и оставил его на вокзале. Необычный гость посетил ресторанчик в калифорнийском городе Сан-Диего. Придя утром на работу, официанты заметили на стуле морского львенка. Животное совершенно истощено. По словам зоозащитников, малышу 8 месяцев, и его вес вдвое меньше нормы. Сейчас его откармливают. Из-за изменений климата морские млекопитающие часто страдают от недоедания. Только в этом году в Сан-Диего от голодной смерти спасли 40 морских львов. К 150-летию Михаила Грушевского фонд «Украина» презентовал книгу «Грушевский в Москве». Это историческая повесть о 6 месяцах жизни ученого в ссылке. Ее автор Владимир Мельниченко изучил более 20 российских архивов. Говорит, откопал очень интересные и важные документы. В своем произведении собрал все цитаты прародителя украинской государственности Грушевского. На презентации побывал и второй президент Украины Леонид Кучма. Мне кажется, что это наших висш concurrentов Кучбовок, особенно, которые занимаются историей нашей украинской, о гуманитарных в tellingо. И я думаю, что многие в таких научных законах рисуют эту книгу. В Москве я получил интересные документы. В Державном архиве Российской Федерации я нашел личную историю Грушевского, которую завели на него в имперской полиции. На начале 1918 года он сказал, что мы полностью отжили нашу ориентацию на Москву и Россию. И война большевиков с Украиной поставила хрест на этой идеологии. Ну что ж, буквально несколько минут осталось до начала ток-шоу «Черное зеркало». Студия готова к эфиру. С нами на связи Евгений Киселев. Евгений, добрый вечер. Что отразится сегодня в вашем черном зеркале? Добрый вечер, Наталья. А в черном зеркале, я думаю, сегодня отразится главное событие минувшей недели. Это, наверное, самый серьезный внутриполитический кризис, который случился в Украине в результате заявления об отставке министра экономики Айвараса Абрамовича и все последующие за ним события. Что будет дальше? Некоторые, наверное, полагают, что кризис уже разрешен, что он позади. Некоторые думают иначе, что еще много вопросов, которые остаются без ответа. Кто-то собирается готовить, кто-то готовится работать в составе слаженной команды еще 12 месяцев, а кто-то говорит, что это правительство нужно отправить в отставку. Что будет на самом деле? Дойдет ли дело до досрочных выборов? Какова будет реакция Запада на дальнейшее развитие событий? Услышаны ли будут те тревоги и озабоченности, о которых в беспрецедентном своем открытом письме говорили представители Соединенных Штатов, Евросоюза и ведущих стран Запада? Да вот обо всем этом мы сегодня будем говорить. Все детали последнего витка политического кризиса в правительстве и парламенте в ток-шоу «Черное зеркало» буквально через несколько секунд. Я напомню вам, что все новости постоянно обновляются на нашем сайте. Подробности Юэй. Прощаюсь с вами до завтра. Как всегда, желаю хороших новостей. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!